Клиффорд Саймак. Голодная смерть. У микрофона диктор Александр Большишальский. Старый доктор Троубридж дремал в своем офисе, закинув ноги на стол. Рядом с ним на полу валялась пустая бутылка из-под бокки. Ангус Макдональд, начальник полиции Нью-Чикаго, осторожно потряс его за плечо. Доктор открыл один глаз и уставился на Ангуса с мягким упреком. «Рейдом Сити хочет поговорить с начальником отдела здравоохранения», — сообщил Ангус. «Я полагаю, с вами». Доктор снял ноги со стола и медленно поднялся. Протирая глаза, он бросил взгляд на капли, что падали с плаща полицейского. «Дождь все еще идет», — заметил он. «Черт, на Венере всегда идет дождь», — сказал Ангус. Доктор закинул руки за голову и зевнул. «Лучше бы вам поторопиться, док», — наставительным тоном заметил Ангус. «Возможно, с вами хочет проконсультироваться кое-кто из медицинских светил «Рейдом Сити».» Доктор фыркнул. Прежде, возможно, он оскорбился бы в ответ на столь тонко скрытый сарказм, но теперь доктор исключал для себя возможность быть оскорбленным. Десять лет на Венере убогое существование и плохое спиртное взяли свое. Доктор пыхтя надел плащ и последовал за Ангусом вниз с пошаткой лестницы. Дождь обрушился на них, едва они вышли из дома и прошлепали по красному грязному болоту, которое было главной улицей Нью-Чикаго. В радиостанции на краю посадочной площадки, единственном месте в городе, откуда можно было связаться со внешним миром, их приветствовал сын Ангуса, Сэнди. «Я вызову Рейдом Сити», — сказал Сэнди. «Мне показалось, у них есть важная информация». «В Нью-Чикаго никогда не случается ничего важного», — проворчал доктор. «Ничего, с тех пор, как умер старый Джейк Ханцлер, и за это возложили ответственность на меня». Сэнди между тем заговорил в микрофон. «Нью-Чикаго вызывает Рейдиум Сити. Ответьте, пожалуйста». «Нью-Чикаго вызывает Рейдиум Сити. Ответьте, пожалуйста». Из усилителя донесся голос оператора Рейдиум Сити. «Рейдиум Сити отвечает Нью-Чикаго». «Вы определили местонахождение доктора Троубриджа». «Подождите секунду», — сказал Сэнди. Он выключил усилитель и вручил доктору наушники с микрофоном. Тот надел их и втиснул свое короткое толстое туловище в кресло оператора. Затем он слегка откашлялся и произнес микрофон. «Это доктор Троубридж». «Доктор Троубридж», — сказал голос из Рейдиум Сити. «Меня зовут Тони Полсон. Я репортер из межпланетной пресс-службы. Я только хотел выяснить насчет нового заболевания, голодной болезни. Есть ли подобные случаи в Нью-Чикаго?» «Голодная болезнь», — фыркнул доктор. «О чем вы говорите? Я никогда не слышал о такой болезни». «Это нечто необычное», — сказал голос. «Новая болезнь. Она распространилась по всей Венере. Также есть несколько случаев и на Земле. Пострадавшим кажется, что они не могут насытиться. Именно поэтому мы называем это голодной болезнью». «Никогда не слышал об этом», — объявил доктор. «Есть ли другие доктора в Нью-Чикаго?» — спросил репортер. «Нет», — ответил доктор. «Я единственный, и они вполне могли бы обойтись без меня, тем самым фактически лишив средств к существованию. Никогда за всю мою жизнь не видел более здорового места». «Вы уверены, что в Нью-Чикаго никто не заболел?» — упорствовал журналист. «Уверен я, уверен», — возмутился доктор. «Последний случай какого-либо заболевания здесь был, когда дочь Стива Донагана, Сьюзан, болела корью. И это произошло три месяца назад». «Окей», — сказал голос. «Спасибо, доктор. Есть какие-нибудь еще новости в Нью-Чикаго?» «Черт, разве здесь может что-нибудь случиться?» — заявил доктор. «Окей, спасибо, и до свидания». «До свидания», — сказал доктор, снимая наушники с ушей. Он поднялся с кресла. «Забытая всеми грязная дыра», — объявил он Ангусу и Сэнди. «Вот я, доктор, ничего не знаю об этой новой болезни. А, между прочим, когда-то меня считали авторитетом в диагностике, но это было до того, как я прибыл в Нью-Чикаго. Парень из Рэйдиум-Сити говорит, что в городе есть случай нового заболевания. Единственный симптом — сильный голод, больше он ничего не сказал. Никогда ничего не слышал о чем-нибудь подобном». Он печально покачал головой и направился к двери. «Спасибо, что позвали меня», — сказал он и нырнул в дождь. Начальник полиции и его сын наблюдали, как он быстро поковылял вниз по улице, двигаясь по направлению к бару «Цветок Венеры». «Он будет рассказывать парням об этой новой болезни», — сказал Ангус. «И они купят ему выпивку. Еще до ночи он потеряет человеческий облик». Артур Харт, редактор «Вечерней ракеты», ткнул пальцем в заметку в рубрике «Новости» на первой странице утреннего выпуска. «О, здесь кое-что интересное», — сказал он Бобу Джексону и покачал головой. «Дико интересное», — он задумался. Боб Джексон ничего не ответил. В воздухе запахло проблемами. Всякий раз, когда шеф начинал качать головой и бормотать себе под нос, это означало, что кому-то угрожают проблемы. У Боба возникло чувство, что на сей раз жертвой будет он. «Послушай-ка вот это», — велел Харт и начал читать. «Единственное место на Венере, где нет случаев заболевания голодной болезнью, — это Нью-Чикаго. Сегодня об этом сообщил межпланетной пресс-службе доктор Андерсон Троубридж, начальник отдела здравоохранения. «Здоровое место», — произнес Боб, задаваясь вопросом, правильно ли он сказал. «Черт, слишком здоровые», — бросил Харт. «И в этом вся фишка. Эта голодная болезнь бесчинствует на всей планете, но почему же Нью-Чикаго оказался в стороне? Люди повсюду мрут, словно мухи, а жители Нью-Чикаго даже не испытывают никакого беспокойства». Харт уставился на репортера, и его взгляд был холоден и непреклонен. «Вот туда-то ты и отправишься», — объявил он. «Послушай», — Боб ощетинился. «Если ты думаешь, что отправишь меня в какое-то заброшенное место на Венере, чтобы узнать, почему там никто не заболел, то лучше поищи мне замену. Однажды я уже побывал на Венере, и мне там не понравилось. Одно воспоминание о ней вызывает у меня дрожь. Все время идут дожди, солнце не видно, жарко, влажно. Даже дождь теплый. И жуки... Старик, там их миллионы всевозможных форм и размеров. Я ненавижу проклятых жуков». Харт положил газету на стол и тщательно разгладил ее. «И все же, Боб», — сказал он мягко, — «я прошу, чтобы ты сделал это, потому что ты единственный, на кого я могу положиться. Если что-то можно найти в Нью-Чикаго, ты — тот человек, кто найдет это. А я думаю, что там кое-что имеется, что-то невероятно важное». Сейчас Земля столкнулась с одной из самых серьезных угроз за последние годы. «Голодная болезнь, ты знаешь, что это такое?» Ускорение метаболизма. Ускорение до такой степени, что человек должен есть почти непрерывно, чтобы поддерживать свое существование. И жертва этой болезни стареет прямо на глазах, кожа покрывается морщинами, волосы сидеют, зубы выпадают. За несколько дней он проживает годы, и через неделю или десять дней он умирает от старости. Глаза Харта сузились, и его голос звучал резче. «У наших медиков нет никакого ключа к разгадке. Они не смогли определить, какой микроб или бактерия или что-нибудь еще является причиной болезни. Они знают, что это инфекция, и на этом их знания заканчиваются. Причина им неизвестна. Они не знают, как предотвратить или вылечить эту болезнь, пока каждый, кто заболел, умирает или вот-вот умрет». Хартни спускал с Джексона холодного взгляда. «Я даю тебе шанс», — сказал он, «оказать человечеству великую услугу. Должна быть какая-то причина, по которой Нью-Чикаго не был поражен болезнью. Если ты смог бы найти, в чем эта причина, неужели ты не понимаешь, Боб, это шанс спасти Землю?» «Это шанс для вечерней ракеты, чтобы заработать миллиард долларов. Первоклассная акция», — прорычал Боб. «Заголовки огромными буквами. Репортер ракеты находит средства для лечения голодной болезни». Харт вздохнул. «Есть только одна вещь, которая вызовет отклик в твоей противной душе», — сказал он. «У тебя нет ни капли человеческого сострадания, у тебя сердце из закаленной стали. Сколько ракета должна заплатить тебе, чтобы ты отправился на Венеру?» Боб задумался. «Я ненавижу эту планету, Харт», — сказал он наконец. «Мне вообще не нравится эта затея. Там слишком много жуков. Слишком много проклятых жуков. Скажем, премия, ну, так приблизительно, ну, тысяч пять». «Хорошо», — проричал Харт, — «а теперь скройся с глаз моих, прежде чем я потеряю контроль над собою. Ты отправишься на Венеру при первой же возможности, и да поможет мне Ханна, если ты провалишь это задание. Я запишу тебя в поминальную книгу, и более того, клянусь дьяволом, у тебя будет повод остаться там». Оказавшись за дверью, Боб мысленно дал себе пинка. «Ну и чертов же ты, дурень!» Это он тоже адресовал себе. «Надо было потребовать десять тысяч, он сразу бы мне их заплатил». Зиг Браун с грустным видом сидел на сломанном двигателе перед ветхой хижиной и наблюдал за своим приятелем Лютером Бидвеллом, который направлялся к нему. Лютер представлял собой неописуемое зрелище, одетый в синий комбинезон, из хлопчатой бумажной ткани, небритый, с грязным лицом. Его рваная шляпа свисала своими полями над копной спутанных волос, почти достигавших плеч. Он двигался неухлюже, то медленно, то почти, приходя на голоб, но так, словно ему не хотелось, чтобы кто-то подумал, что он спешит. Зиг издали приветствовал его. «Здорово, Лютер!» «Здорово, Зиг!» — ответил тот. Зиг ждал, покуривая трубку, изучая взглядом свою жалкую венерианскую ферму. Поля, на которые уже вторгались в джунгли, заросли сорняками, техника покрывалась ржавчиной, огромные лужи, от которых поднимался пар, затопили остатки посевов зерна. Из джунглей доносился пронзительный треск насекомых, которые в скором времени пожрут все, что смогут найти на полях. Что-то зашуршало в зарослях сорняка около кучи досок. Зиг, стремительно повернувшись, увидел пару острых ушей и два блестящих глаза, уставившихся на него. Быстрым движением он схватился за кобуру, что висело у него на бедре, но пока он вытаскивал пистолет, дьявольская морда исчезла. «Вот черт!» — беззлобно сказал Зиг. «Только высони снова свою башку, я достану тебя!» Но огромная ящерица исчезла. Зиг с ворчанием убрал оружие в кобуру. Снова бросив взгляд на дорогу, он увидел, что Лютер продолжал спускаться вниз, поднимая ногами небольшие фонтанчики грязи. Наконец Лютер миновал сломанные ворота и сел рядом с Зиком. «Видел, как ты доставал пистолет», — сообщил он. «Кого-нибудь заметил?» «Да сцинка», — сказал Зиг. «Долбаные твари!» Наводнели все вокруг, почти подчистую слопали цыплят. Осталось только несколько старых куриц. «Они недавно обчистили и меня». «Ночью это случилось», — сказал Лютер. «Расправились со всеми курами, а затем забрались в свинарник. Попытались одолеть свиней, но, думаю, это оказалось им не по силу. Маловато их было. И хрюшки как следует с ними разобрались. Я после этого побоища не заходил в свинарник. Вонище страшное. Хуже, чем от харьков в Айове. Впрочем, свиньям все равно. Они их сожрали». «Меня от них трясет», — сказал Зиг. «Так похоже на людей, которые бегают на четыреньках, голые, без единого волоска и такие мерзкие. Если их рассердить, они начинают гадить вокруг только из чистой вредности. Но мне удалось очистить от них опушку леса». Он погладил кобуру. «Знаешь, чего бы я хотел больше всего, Лютер?» — спросил Зиг. «Нет», — отозвался тот. «Хотел бы я схватить того скользкого парня, агента по продаже земельных участков. Я бы с удовольствием украсил его множеством отверстий». «По этому придурку скучает моя пушка, но он уже наверняка на земле. Он чертовски хорошо знал, что после того, как засунул нас сюда, на Венеру, мы вряд ли позволили бы ему вернуться домой. Помнишь, о чем он так гладко плел, когда прибыл к нам в Айову? О том, как замечательно быть фермером на Венере, какую симпатичную картинку он нам нарисовал. «Никаких зимы можно вырастить четыре или пять урожаев зерновых в год». Он говорил, что осадков здесь выпадает вполне достаточно. Из него прям-таки лился поток болтовни о девственной, ни разу не вспаханной почве Венеры, которая только и ждет, чтобы на ней выросли небывалые урожаи и сделали бы нас всех богатеями. И для всего того, что мы вырастим, найдется спрос, потому что ферма находится рядом с Нью-Чикаго. «Помню, как он говорил нам, что Нью-Чикаго скоро превратится в большой город, и его жители с удовольствием хорошо заплатят нам за наши продукты». «Да, конечно, я помню это», — сказал Лютер. «Он то же самое говорил и мне. Так что мы с мамой обсудили все это и решили отправиться сюда. В конце концов, мы вычислили, что Венеру уже более трехсот лет как колонизирована, и полагали, что это довольно цивилизованное место». «Признаю, все это звучало тогда довольно заманчиво, это ведь факт, что почва на земле заметно истощилась, даже в штате Айова. Все лучшие места изрыты дренажными канавами. Нельзя же обрабатывать одну и ту же землю в течение более чем пяти тысяч лет, не заботясь о ней надлежащим образом и надеяться, что зерно вырастет само». Сцинк снова высунулся из сорняков около груды досок, и Зиг злобно выругался, поскольку существо исчезло прежде, чем он успел вытащить пистолет из кобуры. «Дьявольской отроди, я с тобой разберусь!» кричал он, размахивая оружием. В ответ доносилось глумливое чириканье твари. Убрав пистолет в кобуру, Зиг принялся набивать трубку свежей порцией венерианского табака и вновь обратился к приятелю. «Но этот парень много чего не рассказал, Лютер. Он не говорил нам, что на этой планете слишком много всяких диких животных и птиц, а также рептилии, в десять раз более ядовитых, чем гремучие змеи, и миллиард различных видов жуков, словно вырвавшихся из ада. Он предупреждал о ливнях, но не о том, что они зальют наши посевы. Он так его и розеток не говорил о психах, которые съедают любую зелень на своем пути, когда их мучает голод. И он почему-то забыл упомянуть о ящерицах размером со слона, которые способны вытоптать поле быстрее, чем мы моргнем глазом. Он умолчал о влажности, от которой будут ржаветь машины, и из-за которой даже хорошее железо здесь превращается в труху». Лютер сплюнул с отвращением и добавил свои слова к обвинительному акту. «И ни слова правды не сказал тот обманщик о том, что собой представляет Нью-Чикаго. Он сообщил нам, что это растущий город, привычив его размеры до неприличия. Маленькая, вонючая фактория, всего лишь несколько магазинов, питейных заведений, притонов для охотников, старателей и торговцев, которые приезжают сюда раз в год, ну, может быть, два раза. Он сказал, что здесь мы будем продавать нашу продукцию. Конечно, про это вообще можно забыть, так как нам нечем торговать. Мы здесь пять лет, и за все это время ничего не продали. Хорошо, если для нас самих находится еда. Вот уже месяц питаюсь дичью, которую подстрелил, фруктами и прочей зеленью из джунглей. Сказал Зик. Мы получили из дома немного муки и сахара. Не так много, но могу поделиться с вами, предложил Лютер. Зик покачал головой. Не, сказал он, оставьте себе, у вас есть молодежь, которой это необходимо, а мы со старухой обойдемся. Какие же мы дураки, Лютер. Я лежу с открытыми глазами, ночью напролет пытаясь придумать, что же делать. И не нахожу выхода. Мы пятьдесят семей с даже не можем собрать достаточно денег, чтобы купить хотя бы один билет на землю. Тогда один из нас слетал бы туда и узнал, не может ли кто-нибудь помочь нам, а? Да и кто мы такие после этого? Да куча простофиль. Лютер вздохнул. Как бы мне хотелось вернуться в Айову, сказал он. Нет, громко сказал доктор. Мне нечего вам сказать об этом. Если бы вы не рассказали мне о голодной болезни, я ничего не знал бы о ней. Я впервые услышал о ней от журналиста, который позвонил мне из Рэйдиум Сити. Доктор отпил боки и помахал бутылкой перед Бобом. Не хотите ли глотнуть? Предложил он. Боб покачал головой. Еще утро. Слишком рано, чтобы начинать пить, объяснил он. Послушайте, сказал доктор. Для того, чтобы пить в Нью-Чикаго, подходит любое время дня и ночи. Черт, выпивка — единственная стоящая вещь на этой свалке. С тех пор, как умер старый Джей Ханцлер, только она меня и здесь и развлекает. Кстати, интересный случай. Он что-то подцепил на Марсе, жук его укусил или еще кто-то. Хотелось бы, чтобы он прожил подольше, тогда бы, возможно, я изучил бы его болезнь получше. Люди обвинили меня в его смерти, сказали, что я был пьян. Какая разница, тем более, что это была странная болезнь. Он сделал глоток. «Джей Ханцлер», — сказал Боб. «Знакомое имя. Я где-то уже слышал его». «Уверен, что слышали. Доктор Джейкоб Ханцлер, великий ботаник». «А точно», — сказал Боб. «Я помню, что он умер на Венере. Он прибыл сюда, чтобы провести кое-какие эксперименты и изучить местную флору». Доктор говорил оглушающе громко. «Чудной старикан, местным жителям он не слишком нравился, потому что не уделял им слишком много внимания. Ну а со мной он разговаривал. Из нас могли бы получиться хорошие приятели, он подробно рассказывал мне о том, что он делал, но сейчас мне уже не вспомнить. Сюда он привез горстку семян, которые нашел на Марсе. Семена, найденные им, среди руин старой лаборатории, относящейся к династии Гензек. Семена были сухими, и большинство из них не смогло бы взойти, но некоторые все же проросли, и он возился с ними. По его утверждению, возраст этих семян не одна тысяча лет. Он привез их сюда, потому что считал почву и климат Венеры весьма подходящими для растительной жизни, и говорил, что если растение не вырастет на Венере, оно не вырастет нигде». «А что случилось с растениями после того, как доктор Ханцлер умер?» — спросил Боб. Доктор фыркнул. «Теперь можно увидеть, какой чертовщиной все обернулось», — сказал он. «Они настоящие вредители, эти сорняки заполнили город. Некоторые из них с крупными пурпурными цветками, похожими на розы. Очень симпатичные растения, и женщины возятся с ними, составляя букет, и, впрочем, нельзя сказать, что они требуют особого ухода. Другие чем-то напоминают горох, довольно вкусный. Есть еще один сорняк — гипоэстас. Тоже очень вкусный, что-то вроде шпината, но гораздо лучше». «Судя по вашим словам, доктор Ханцлер — интересный человек», — сказал Боб. «Да, очень необычный старикан», — сказал доктор, качая головой. «Имел обо всем весьма забавное суждение. Упрямый, странный малый. Другие ботаники говорили ему, что семена с Марса не прорастут, им больше чем пять тысяч лет. Но он считал, что они прорастут, и занимался ими, и они дали всходы, и так во всем. У него еще была одна идея, над которой все смеялись, но он умер с мыслью, что это правильная идея. Она не относилась к его работе, поэтому он особо о ней не распространялся, впрочем, мне он рассказал. «Вы ведь знаете о династии Гензик, не так ли?» Боб кивнул. «В школе изучал курс марсианской истории», — сказал он. «Ну тогда», — сказал доктор, «вы должны помнить, что династия Гензик представляла собой группу ученых, которые фактически управляли Марсом. Наверное, они были те еще старые придурки, потому что марсиане восстали против них и, как утверждает история, уничтожили всех до единого». «Марсиане разрушили все созданные ими лаборатории и сделали все возможное, чтобы стереть любую память о них. В результате там теперь мало кто о них знает». «Марсианская история полагает, что они были высокоразвитой марсианской расой», — сказал Боб. «Я знаю, что они ходят самые разнообразные мифы». «Да уж, сэр», — сказал доктор. «У Джейка по этому поводу имелась с ног шибательная история. Он утверждал, что некоторые из них избежали общей резни и сбежали в пустыню, и что их потомки все еще живут там». Узнал он это от представителей пустынных племен, которые утверждали, что знают о них все. И Джейк думал, что гензики были землянами, возможно, жителями Атлантиды, которые достигли Марса тысячи лет назад, задолго до того, как существующая сейчас на Земле раса отправила туда космический корабль. «Это что-то новенькое», — сказал Боб. «Никогда не слышал об этом. У вас есть какие-нибудь заметки Джейка? Он оставил записи или что-нибудь в этом роде?» Доктор захихикал. «А вижу, вас зацепило», — сказал он. «Шеф устроит мне Ат на Земле, если я не раздобуду что-нибудь за время своей командировки», — сказал ему Боб. «Тем более, что вы ничем мне не помогли, я имею в виду голодную болезнь». Доктор с удовольствием допил бутылку, затем посмотрел ее на свет и вздохнул. «Есть одна история, о которой вы могли бы написать статью», — сказал доктор, ставя бутылку на подоконник в ряд с другими. «Об этом следует написать. Я имею в виду здешних фермеров. Компания участки на Венере вытащила их сюда, зная, что тут они ничего не смогут вырастить. Но это не остановило этих акул. Отобрали у них все подчистую и бросили их в местных джунглях. Вот как здесь учат несмышленышей. Компания подготовила фермерскую программу и продала ее группе бедных фермеров штата Айова. Хуже всего то, что фермерам даже не принадлежит земля, на которой они построили свои дома. Некоторые из них приходили ко мне, чтобы я помог вернуть их деньги, понимаете? Они считают, что доктор знает все, даже не представляя, как чертовски мало на самом деле знают доктора. Я просмотрел их контракты и нашел, что они неправильно составлены. Я обнаружил, что их поселили не на тех участках. Я спросил их, знают ли они, какую землю купили, и они сказали мне, что участки им указал представитель компаний. Их уговорили поселиться с восточной стороны города, а земли, которые они купили, находятся на западной стороне. «А они в курсе?» Доктор покачал головой. «Нет, я не сказал им», — ответил он. «Какая разница, компания не будет их больше беспокоить. Они получили то, что хотели, при том, что земля эта ничего не стоит». Раздался стук каблуков по ступенькам, и через мгновение в дырном проеме возник Ангус Макдоналд. «Доктор», — сказал он, «дочь Стива Донагана снова больна». Доктор поднялся со стула. «Если бы остальное население Нью-Чикаго было похоже на Сьюзан», — сказал он, «возможно, я снова проникся бы к себе уважением. Она единственная из тех, кто когда-либо здесь болел». «Доктор», — сказал Ангус, и в его голосе явно слышался ужас. «Да, да, продолжайте», — буркнул доктор. Ангус сглотнул и начал снова. «Доктор, Стив думает, что у нее голодная болезнь», — сказал он. Джонни Мэйсон, выпускающий редактор, положил лист желтой бумаги на стол редактору Харту. «Специальный выпуск, только из Нью-Чикаго», — пояснил он. Харт набросился на газету и прочитал. «Нью-Чикаго, Венера. Голодная болезнь, которой до сих пор эта отдаленная фактурия была невосприимчива, сегодня нашла здесь свою жертву. Это Сьюзан Донаган, девяти лет, дочь мистера и миссис Стивен Донаган. Доктор Андерсон Троубридж, единственный врач в городе, друг семейства, который способствовал появлению Сьюзана на свет и сопровождал ее от одной детской болезни до другой, сказал, что...» Харт швырнул газету на стол. «Джонни», — сказал он, «сейчас ты видишь перед собой самого последнего, черт побери, идиота, в газетном бизнесе. У меня было предчувствие, я послал Боба туда, за пределы земли, за важнейшим репортажем, и вот прошло чуть больше десяти часов, и весь репортаж можно отправить к черту». Зиг Браун и его жена Мэри сидели на пороге хижины и пристально вглядывались в очертания своей фермы. Темнота опустилась на землю, и джунгли пробудились для ночной жизни. Завывания, рев, вздохи и визги смешивались и делали ночь отвратительным временем суток. Зиг дрожал, вслушиваясь в эту какофонию, и его рука тянулась к оружию. На протяжении пяти лет он слышал этот ночной хор ненависти и убийства, но по-прежнему трясся от ужаса с каждым наступлением темноты. «Скоро у нас должна появиться картошка, Мэри», сказал он, стараясь держать дрожь в голосе. «Я проверял сегодня грядки на том песчаном участке, который мы сумели довольно хорошо осушить. Наверняка у нее будет прекрасный вкус». Он услышал тихие рыдания и увидел, что его жена плачет. «Что случилось, Мэри?» спросил он. «Черт побери, почему ты платишь?» «Это из-за цыплят, Зик», ответила она ему. «Я рассчитывала пополнить количество моих куриц, а теперь их нету. У нас не будет больше яиц». Зик раздразился проклятиями. «В следующий раз, когда я увижу сынка, сказал он, я поймаю его и живьем окунув в один из тех водоемов с кислотой у реки». Он потрепал жену по плечу. «Не сомневаюсь, они запомнят, что их наказывают за наших цыплят», сказал он. Издалека донесся гул, и Зик быстро поднял глаза и устремил взгляд к горизонту. Рев становился громче и громче. По краю джунглей, изрыгая пламя из двигателей и резко снижаясь, снесся аэролед. Зик вскочил на ноги, размахивая руками и выкрикивая проклятие. «Держись подальше от моего поля с картошкой, черт тебя побери!» кричал он. «Если ты повредишь мою картошку, будь уверен, я отыщу тебя!» Воздушное судно опускалось слишком быстро для безопасного приземления. Его нос врезался в картофельное поле, вспарывая, словно гигантский плуг, мягкую почву и отбрасывая в стороны огромные коми земли. «Черт побери, да что ж ты натворил! Что ж ты натворил!» вопил Зик. «Ты уничтожил мою картошку!» Он изо всех сил помчался через заросли сорняков, доходивших ему до пояса, которые отделяли хижину от картофельного поля. Нос аэролета глубоко погрузился в податливую почву, но не было видно, чтобы корабль был поврежден. Как только Зик приблизился, дверь кабины открылась, и оттуда вышел пошатывающийся мужчина. При виде Зика он издал жалобный вопль, похожий на крик животного. «Еды во имя небес еды!» кричал он. «Я так голоден!» В ярком свете лившемся из двери каюты Зик разглядел лицо незнакомца, и его гнев мгновенно превратился в жалость. Перед ним был старик, настоящий живой скелет, изнуренное тело, осунувшееся лицо, глаза, провалившиеся в глазницы, впалые щеки. Мужчина сделал шаг вперед и упал как подкошенный, Зик поднял его и подащел к дому. «Мэри!» — вопил он. «Дай какой-нибудь еды, этот человек умирает от голода!» Из мрака донесся голос, это был Лютер, пришедший провести несколько часов со своим другом. «В чем дело, Зик?» «Авария аэролета!» — крикнул Зик. «Отправляйся в город за доктором. Там еще есть люди, они выглядят неважно. Скоро вернусь с доктором, если он трезвый!» — в ответ закричал Лютер. Зик услышал, как с дороги донесся звук быстро удалявшихся шагов. «Зик!» — в голосе Мэри слышалось отчаяние. «Я не могу ничего предложить, кроме тушеных овощей. Это неподходящая пища для больного». «Это лучше, чем ничего», — сказал Зик. «Дай мне тарелку, говорю тебе, этот парень просто умирает от голода. Из того, что можно сказать о Нью-Чикаго, главное то, что вас здесь никто не побеспокоит», — сказал доктор Бобу. «Хорошее место для человека, желающего скрыться, если он не хочет, чтобы о нем знали. Возьмите парня, который заправляет в баре цветок Венеры. В прошлом он был известным рикетиром в старом Чикаго на Земле. Прибыл сюда три или четыре год назад. Затем Ангус Макдоналд, вы видели его сегодня. Его настоящее имя не Ангус Макдоналд. Люди говорят, что он был одним из тех пиратов, которые устроили самый настоящий ад на трассе Земля-Марс несколько лет назад. Потом есть еще старый Хэнк. Хэнк Смит — хороший парень, старина Смит. Но он возглавлял на Земле компанию, которая оказалась непрочной. Многие инвесторы хотели бы достать его с потрохами». «А вы сами, доктор?» — спросил Боб. «Неужели в вашем чулане не грохочут костьми скелеты?» «Да черт возьми, нет!» — сказал доктор. «Я всего лишь проклятый дурак, который прибыл сюда, чтобы взрослеть вместе с этим миром». Доктор ласково погладил бутылку, которая стояла на столе. «Вы, конечно, настоящий знаток спиртного!» — сказал он. «Впервые за много лет я пью нечто подобное!» Он наклонил бутылку, и ее содержимое нежно забулькало. С лесницы донесся грохот шагов. Лютер Бидвелл ворвался в комнату. «Доктор!» — закричал он. «Только что на картофельное поле Зика Браун упал аэролед. Некоторые из пассажиров находятся в плохом состоянии!» Доктор потянулся за плащом. «Сегодня бизнес на подъеме!» — прокомментировал он. «Два вызова за несколько часов!» Он сунул бутылку в карман плаща. Возглавляемые Лютером трое мужчин помчались вниз по лестнице и выскочили на улицу. Погода до некоторой степени улучшилась, но улица представляла собой сплошное грязное месиво. Они бегом направились к дому Зика, который находился на расстоянии чуть больше мили. Зик поприветствовал их, стоя в дверном проеме. «Терпеть не могу беспокоить вас, док!» — сказал он. «Но он не знал, что делать в столь скверной ситуации. Голодный мужчина и четыре покойника выглядят так, словно они умерли от голода. Старики с седыми волосами, от них остались только кожа и кости. Парень, которого я принес, тоже был довольно плох, когда я подобрал его, но Мэри покормила его, он, кажется, теперь в порядке». «Умерли от голода?» — спросил доктор. «Вы имеете в виду, что они выглядели так, словно умерли из-за недостатка пищи?» «Именно так», — подтвердил Зик. Боб оттолкнул фермера в сторону и бросился в хижину. Он увидел человеческую фигуру, лежащую на кровати. Он стремительно пересек комнату и склонился над мужчиной. «Это вы, человек из потерпевшего аварию самолёта?» — спросил он. «Да, это я», — ответил пилот. «Этот фермер говорит, что все остальные умерли». «У вас была голодная болезнь?» — уточнил Боб. «Я предполагаю, да», — слабым голосом ответил мужчина. «Мы из посёлка на Жемчужной реке. Мы слышали о болезни по радио и считали, что нам повезло, так как находились вне пределов досягаемости эпидемии. Думали, что в безопасности. Но позавчера заболели. Мы отправились в Рейдум-Сити, думая, что там можно рассчитывать на помощь». «Как вы чувствуете себя теперь?» — спросил Боб. Мужчина провёл тонко, как у скелета, рукой по своему животу, нажал на него, потом не сильно ударил кулаком. «Боль совсем ушла», — объявил он. «Прекрасное чувство. Впервые за два дня я больше не испытываю голода. А до этого не имело значения, сколько я ел, потому что я всегда хотел есть». «Вы ели здесь много?» «Нет, только тарелку с чем-то зелёным. Мне показалось, что ида сразу же заполнила мой желудок и дала мне большую силу. Некоторая слабость всё ещё есть, но я чувствую себя по-другому, как прежде. Мне кажется, дело пошло на поправку». Боб поднялся и обернулся. «Зик», — спросил он, — «чем вы кормили этого мужчину?» На вопрос ответила Мэри Браун. «У нас были только тушёные овощи. Мне было так стыдно, но Зик сказал, что это лучше, чем ничего». «Госпожа Браун», — спросил Боб, — «из чего было сделано ваше блюдо?» «Ну, из гипоэстеса», — ответила она. «Получается очень вкусно». «Доктор», — закричал Боб. Доктор проковылял через комнату. «Послушайте меня», — сказал Боб, хватая доктора за плащ возле горла. «Все в Нью-Чикаго едят эти тушёные сырники». Доктор явно испытывал смущение. «Но почему бы и нет?» — сказал он. «Они всем нравятся. Что касается меня, то я им всё, что могу достать». «Сьюзен Донаган, ест это?» «Ей не нравится?» «Нет», — сказал доктор. «Дайте-ка подумать. Нет, она вообще не любит овощи. Это очень раздражает её мать, потому что девочка даже не прикасается к этому шпинату». «Доктор», — сказал Боб, — «слушайте меня и делайте то, что я скажу. Попытайтесь заставить ваши старые, затуманенные алкоголем мозги работать. Отправляйтесь к Донагану как можно быстрее. Накормите гипоэстесом Сьюзен, держите её и заталкивайте ей в глотку эту траву. И затем наблюдайте. Если её состояние начнёт улучшаться, я сделаю вас знаменитым. Я напишу ваше имя огромными буквами и помещу вашу фотографию во всех газетах солнечной системы на первой странице». Доктор оживился. «Вижу, Боб, что вам всё ясно», — закричал он. Доктор быстро развернулся и поспешил к двери. Боб крикнул ему вслед. «Помните, док, не вздумайте напиться, вам понадобится весь ваш здравый смысл». «Я уверен в этом», — сказал доктор. На половине пути он вытащил бутылку из кармана и швырнул её в придорожные кусты. Но, сделав ещё несколько быстрых шагов, он вернулся и, опустившись на четвереньки, принялся шарить возле дороги. Его рука коснулась чего-то гладкого, он поднял бутылку, вытащил пробку зубами. Спиртное с бульканьем потекло по его глотке. Продолжая двигаться к городу, доктор вытер рот рукавом плаща. «Это не походило на обычное дряное пойло», — сказал он себе. «Иначе его действительно следовало бы выбросить. Но поступить так с хорошим шотландским виски было бы настоящим святотатством». Артур Харт мерил шагами пол своего кабинета. Хэп Фолсворд, спортивный редактор, сидел, закинув ноги на стол Харта и курил местную сигару. «Какого черта ты думаешь, торчит там Боб?» — обратился к нему Харт. «Он посылает мне сообщение, чтобы я ждал важную статью, и никаких намеков на то, о чем речь. И никакой статьи». «Да и сидит он в венерианском баре и посмеивается над тобой», — сказал Хэп. «Решил расквитаться с тобой за то, что ты послал его туда». Харт расправил обрывы клиенты с текстом, который пришел по межпланетному телетайпу и прочитал его. «Оставьте место для опубликования экстренного сообщения. Самого важного, важного, важного сообщения. Пока еще точно не уверен. Буду знать через четыре часа, возможно, раньше, Боб». Харт бушевал. «Для него была открыта связь на секретной волне с момента последнего выпуска. «Театры скоро закроются, и мы потеряем все наши уличные продажи. Если он подшутил надо мной, я вышвырну его вон, как только он вернется». Из-за двери выглянул мальчик. «Получен сигнал из Нью-Чикаго», — крикнул он. Харт быстро развернулся и помчался за мальчиком. Следом за ним в неуклюжей походкой поспешил спортивный редактор. В отделе местных новостей царило напряженное возбуждение. «Только что получен сигнал», — сказал Джонни Мэйсон. «Сейчас должно поступить сообщение». Внутри телетайпа что-то пощелкивало и постукивало, но клавиши все еще оставались неподвижными. Затем машина пришла в движение. Клавиши методично отстукивали. Быстрая коричневая лиса перепрыгнула через спину ленивой собаки. Быстрая коричневая лиса перепрыгнула... «Это проверка», — сказал Джонни. Оператор в Нью-Чикаго включил проверку. Машина какое-то время оставалась неподвижной. «Ну же, энергичнее!» — завопил Харт, стуча по телетайпу кулаком. Клавиши снова медленно до умопомрачительности методично задвигались. Нью-Чикаго, Венера. Доктор Андерсон Троубридж, начальник отдела здравоохранения и единственный врач в этой крошечной фактории объявил сегодня, что им найдено средство для лечения голодной болезни. Это средство получено из сорной травы, известной здесь под названием гипоэстас. Древнее растение с планеты Марс появилось здесь шесть лет назад, благодаря доктору Джейкобу Ханцлеру, который нашел семена среди развалин лаборатории, относящейся к династии Гензик. «Гипоэстас!» Харт выскочил из крошечного закутка, где размещался телетайп. «Хёрп!» — крикнул он помощнику редактора. «Достань фотографии доктора Джейкоба Ханцлера, фотографии Боба Джексона, фотографии доктора Андерсона Троубриджа». «А кто такой, чёрт возьми, доктор Андерсон Троубридж?» — спросил Хёрп. «Откуда, чёрт возьми, мне знать?» — проревел Харт. «Звони в Международное медицинское общество. Они скажут тебе». «Во что бы то ни стало, достань фотографии, он самая большая новость за последние десять лет. Набери заголовкой высотой в метр и тремя оттенками черней ночи. Начинаем печатать через полчаса». Он повернулся к Хэппу Фолсворсу. «Мы поборемся за это», — ликовал он. «Мы выйдем с самым большим экстренным выпуском и опубликуем эту сенсацию. Сорвём самый большой куш, который этот город когда-либо видел». Боб Джексон сидел на бревне с Зиком Брауном перед хижиной Зика. «Зик, вам следует осознать, что вы и все остальные здешние фермеры богаты», — говорил Боб. «Вы чертовски непристойно богаты. Вам незачем было сеять зерно и разводить цыплят, потому что всё это время у вас рос этот сорняк. И теперь вы можете назвать свою цену, потому что здесь единственное место во Вселенной, где растёт эта крапчатая трава. «Воздушные суда земли из Рейдум-Сити уже на пути сюда, чтобы взять на борт ценный груз. И вы, ребята, можете спросить столько, сколько пожелаете». Зик сдвинул на затылок шляпу и почесал голову. «Ну, понимаете», — сказал он, — «так-то оно так, но я и другие парни вовсе не испытываем сильного желания кого-нибудь ограбить. Мы понимаем, что другие люди нуждаются в этом сорняке, потому что у них такая грёбаная неприятность. И мы можем назвать нашу цену, но всё, что мы хотим, — это справедливую цену. Прошедшие пять лет были трудными годами, и мы должны что-то извлечь из этого. Но мы не собираемся спекулировать на страдания других людей». «Да, я знаю это», — сказал Боб. «Но вы, ребята, не хотите жить, чёрт побери, и остаться в дураках? Это ваш огромный шанс. Шанс наверстать упущенное и получить хорошие деньги за каждый час этих ваших пяти лет». Зик поднялся на ноги. «О, кто-то прилетел!» — объявил он. «Слышали, как садится аэролёт? Возможно, кто-то из тех, кому нужен сорняк». «Прошло слишком мало времени, чтобы они успели добраться сюда», — заметил Боб. Во главе группы из пяти человек, которая пробиралась от дороги через месиво красной грязи, был Ангус Макдоналд. Он остановился у ворот, и Ангус вышел вперёд. «Зик», — сказал он, — «я должен вручить тебе бумаги. Не люблю делать это, но такова моя обязанность». «Бумаги?» — спросил Зик. «Да, бумаги». Ангус сунул руку во внутренний карман плаща и достал оттуда пачку документов. «Одна из них предназначена тебе», — объявил он, перебирая их. «Что это ещё за бумага?» — спросил Зик с подозрением в голосе. «Заявление о том, что ты не имеешь права на эту землю», — ответил Ангус. «Должно быть, произошла какая-то ошибка. Вы, парни, живёте здесь уже очень много лет. Казалось бы, если ты не владеешь этой землёй, то мог бы уже давно узнать об этом». Слова Зика источали холодную ярость. «И кто же это претендует на эту землю? Если не мы, то кто на самом деле ею владеет?» «Компания участки Венеры утверждает, что это их земля», — объявил Ангус. «Мне неприятно делать это, Зик». Зик смотрел мимо Ангуса, на четырёх мужчин за его спиной. «Полагаю, это вы, подлые твари, представители участков Венеры», — резко заявил он. Один из четвёрки выступил вперёд. «Вы правы», — сказал он. «Это мы. И на вашем месте я не пытался бы что-либо предпринимать. Мы знаем, как обращаться с ловкими парнями, когда они пытаются устроить неприятности себе и другим». Боб видел, что пальцы Зика легли на кобуру, и в этот момент Зик уже не был фермером, одетым в грязный комбинезон и рваную рубашку. Что-то в нём изменилось, он превратился в человека, готового бороться за свою землю. Он заговорил медленно, но это не походило на его обычную манеру растягивать слова, и никто не сомневался в том, что каждое из слов было предупреждением об опасности. «Если вы, харьки, думаете, что сможете просто так сунуться ко мне», — сказал он, «то вы ошибаетесь. Это дело касается любого из живущих здесь. Если вы попробуете что-нибудь выкинуть, мы покроем вашими кишками все сорок акров пастбища». «Не говорите со мной об исполнении закона», — ревел Артур Харт. «Подобный лепет мог бы впечатлить любого другого человека, но меня оставляют равнодушным. Вот что я хочу знать. Вы собираетесь остаться в стороне и позволить шайке рэкетиров типа участков Венеры ограбить бедных фермеров и заёвыва второй раз? Да, я знаю, что это признано клеветой, но вы не сможете ничего доказать, потому что нет никаких документов. И позвольте мне сказать вам, мистер, если вы не начнёте, чёрт возьми, действовать, скоро я предоставлю вам кое-что, и тогда уже у вас будет возможность предъявить иск о клевете. Я сделаю так, что вы не получите больше ни одного нечестного голоса в поддержку любой общественной деятельности. До того, как я покончу с вами, не стоит думать, что вы имеете дело с болтуном. У меня есть три или четыре истории в запасе, и чтобы их прочесть, публика затеет драку, например, «Случай с трестом универсальное питание». Я только скажу людям, какой ты на самом деле продажный старый скунс, и более того, я заставлю их в это поверить. И хотя лицо на экране было фиолетовым от гнева, председатель межпланетного суда Элмер Филлипс знал, что его разбили на голову. «Господин Харт», — сказал он, — «мне не нравится ваша позиция. Я отрицаю каждую вашу инсинуацию, но я действительно вижу некоторый смысл в том, что вы предлагаете. Я сделаю это». «Черт побери, конечно, вы сделаете это», — рычал Харт. «И более того, вы сделаете это немедленно. Если вы сейчас же не дадите мне статью с сообщением о том, что в судебном порядке прекращайте деятельность участников на Венере или еще кому-нибудь из тех, кто рыскает вокруг заросших сорняком ферм, мы отправим в печать наш последний выпуск, и на ее месте будет другая статья, которая разнесет в пух и прохвас и вашу комиссию по межпланетному правосудию». «Можете быть уверенным, я сделаю это», — сказал судья Филлипс. «Я человек слова». «И я тоже», — сказал Харт. Редактор швырнул на место видеотелефон и резко повернул кресло. «Хэп Фолсворс передвинул сигару из одного угла рта в другой. «Вот что я тебе скажу», — заметил он. «Когда ты войдешь в раж, не позволяя такому пустяку, как шантаж, останавливать тебя». «Это не было шантажом», — фыркнул Харт. «Судья и я понимаем друг друга, он слишком хорошо знает, что мне нетрудно сделать достоянием гласности некоторой из трюков комиссии, и он готов сотрудничать, вот и все». Воротник и его рубашки был расстегнут, галстук зацепился за ухо, волосы взлохмачены. «Да, ты выглядишь так, словно участвовал в уличной драке». Хэп окинул его взглядом. «Послушай, Хэп», — сказал Харт. «Да, я борец. Я борюсь с чиновничьей правительственной глупостью и бюрократической волокитой. Борюсь за права бедных, простых фермеров, которым ракетирская компания продала ничего не стоящую землю на Венере. И теперь, когда на этой земле выросло кое-что ценное, компания хочет снова одурачить их. Я собираюсь добиться, чтобы правительство объявило крапчатый сорняк общим достоянием и взяло это растение под свой контроль. Тогда негодяи и обманщики останутся с носом, и справедливая цена будет гарантирована». Хэп передвинул сигару на другой уголок рта. «А, ты все еще привержен идеалам, Харт», — подразнил он. «Идеалы после восемнадцати лет работы в газете — это нечто». «Послушай», — прорычал Харт, — «возвращайся к своим дурацким состязаниям за дурацкий приз и дурацким играм в бейсбол и оставь меня в покое. Мне надо делать настоящую работу». В дверь просунул голову Джонни Мэйсон, держа в руках газету. «Груз плохих новостей доставлен», — сказал он. «Странные новости». «О чем ты?» — спросил Харт. Джонни положил перед ним газету. «Из Рэйджиум-Сити в Нью-Чикаго отправились три аэролета», — сказал Джонни, «чтобы взять на борт груз Гиппоэстас. Они исчезли, никакой радиосвязи, никаких сообщений, просто ничего». Харт шумно дышал. «Здесь действительно что-то странное», — сказал он. «И это еще не все», — продолжал Джонни. «Грузовой корабль, который был отправлен из Нью-Йорка к Венере за Гиппоэстасом, возвращается. Едва он оказался за орбитой Луны, как начались неполадки с двигателями. Неподходящая топливная смесь». Боб нашел доктора за столом в баре «Цветок Венеры». «Как Сьюзан?» — спросил Боб. «Да, все в порядке», — меланхолически ответил доктор. «Через несколько дней встанет на ноги». Доктор погладил бутылку, затем с мрачным видом пристально посмотрел на нее и толкнул ее по столу к репортеру. Боб приложился к ней, и живой огонь марсианской боки обжег его горло. Он поставил бутылку на стол и закашлялся. «Боб», — сказал доктор, — «я чувствую себя ниже, чем змеиное брюхо». «Я не нахожу себе места и постоянно задаю себе вопрос, что же я собой представляю». «Прекрасное состояние для человека, который нашел средства для лечения голодной болезни», — заметил Боб. «Так-то оно так», — заметил доктор. «Понимаете, я не нашел то средство. Мне такое не пришло бы в голову через сто лет, но вы сказали людям, что именно я сделал это. И теперь Международное медицинское общество хочет, чтобы я прибыл в Нью-Йорк и был почетным гостем на большом банкете. Они собираются награждать меня. Об этом только что говорил по радио президент общества». «Но это же прекрасно», — сказал Боб. Доктор покачал головой. «Ничего в этом прекрасного нету», — возразил он. «Я был похоронен в этой грязной дыре, и теперь я мировой герой, потому что вы сделали меня им. Но докторам в Нью-Йорке не потребуется пяти минут, чтобы понять, что я фальшивка. Я лишь старый пьяница. У меня почти не осталось мозгов, потому что слишком люблю спиртное. Все, на что я способен, — это быть местным доктором. «Я могу выправить сломанную ногу, могу вытащить больной зуб, могу лечить простуду, но больше я ни на что не гожусь». «Вы пьяны», — сказал ему Боб. «Вы будете чувствовать себя по-другому, когда успокоитесь. Я сделал вас героем, и я сделаю все, чтобы вы таковым и оставались, даже если мне придется убить вас». «О, возможно, вы правы», — пробормотал доктор. «Во всяком случае, я не рад этой поездке в Нью-Йорк». Они молча сидели и наблюдали, как дождь превращает улицу в реку. «Как обстоят дела на фермах?» — спросил доктор. «Сейчас мир», — сказал Боб. «Я надеюсь, что смогу сохранить его, пока Харт требует отсюда объявить запрет. Из Рейдэум-Сити прибыло около дюжины человек, представителей компании участка Венеры». Когда Зик оказал сопротивление, и Ангус отказался вручать бумаги, те, кто сопровождал Ангуса, возвратились на аэролёт за подкреплением. Потом целая толпа прибыла к хижине Зика, но там никого не оказалось. Зик и его жена убежали, чтобы предупредить своих друзей, поэтому парни из участков Венеры решили, я предполагаю, что у них есть некоторые права на землю. Зик поднял своих ребят, и теперь там вооруженный лагерь. Они охраняют каждую тропинку и взяли в кольцо хижину Зика. Достаточно ребятам из участков Венеры сделать только одно неверное движение, и у фермеров будет повод для того, чтобы начать стрелять. Но я заставил Зика поклясться, что он будет сохранять мир максимально долго. «Если кое-что не произойдёт, причём довольно скоро», — сказал доктор, «из города туда отправится вооружённый отряд. Никто здесь не испытывает большой любви к участкам Венеры». «Всё, что мы можем, — это ждать», — сказал Боб. «Хард поменяет местами небеса и ад, но получит судебный запрет. Те корабли, которые были отправлены за сорняками, должны вскоре оказаться здесь. Фактически, они уже должны быть здесь». «Что-что?» — по телефону доносился крик Марта. «Я знаю то, что ты должен сказать важно, но подожди всего лишь секунду, отдышись. Говори медленно, так, чтобы я мог понять тебя». На экране видеотелефона Хард видел, что репортер сглотнул и сделал глубокий вдох. «Похоже на то...» — репортер теперь говорил медленно, короткими фразами, как будто включил тормоз для своего языка. Что парни из межпланетного полицейского штаба в течение прошедших месяцев расследовали заговор, направленный против правительства Солнечной системы. «Заговор был раскрыт сегодня, когда полиция захватила одного из его участников. Они сделали ему некоторое внушение, и он заговорил. Он сообщил, что банна, членом которой он был, ответственна за голодную болезнь. Они распространяли бактерии, которые явились причиной болезни на всей территории Венеры и Земли. Они также планировали распространить их на Марсе». «Эдвардс», — прорычал Хард, — «ты уверен, что получил верную информацию? — Можете держать пари на меня?» — сказал репортер. «Главный рассказал мне об этом». «Хёрп!» — прорывел Хард, обращаясь к своему помощнику. «Подключайся и слушай». «Итак», — сказал он репортеру, — «продолжай». «Абсурдная история, но это проверенная информация», — предупредил репортер. «Мне, черт побери, все равно, насколько она абсурдна!» — кричал Хард. «Если это новости, мы напечатаем их». «Полиция не сообщила нам имя парня, который дал признательные показания, но я видел его. Это здоровый мужчина, ростом намного выше, чем обычный человек, сильно загорелый, почти черный, как будто он много времени провел на солнце». «Скажи мне», — произнес Хард, — «ты собираешься рассказать нам, что случилось, или намерен целый день ходить вокруг да около? Мне нужны факты, и чем быстрее я их получу, тем лучше это будет для тебя». «Хорошо», — сказал Эдвардс, — «вот они». Мужчина, которого схватила полиция, признался им, что он не был настоящим землянином, сказал, что прибыл с Марса и был членом некой секретной организации. «Я узнал, как она правильно называется». Главный сказал мне по буквам «Г-Е-Э-Э-З-И-К». «Гензик». Он утверждал, что его сородичи управляли Марсом, это было тысячи лет назад. Но марсиане взбунтовались и выдворили их, отправили в изгнание. С тех пор это племя или, как их еще можно называть, живет в пустыне. «Эдвардс», — проричал Хард, — «это все из области истории. Династия Гензик правила на Марсе тысячи лет назад». «О, именно так», — сказал Эдвардс. «Об этом я не смог как следует разузнать. Во всяком случае, этот парень сказал полиции, что в течение многих лет гензики планировали завладеть тремя мирами — Марсом, Землей и Венерой. Но их было слишком мало, чтобы организовать настоящий захват, поэтому они вывели бактерии голодной болезни. Кажется, что это были те самые бактерии, от которых однажды чуть ли не вымерло население всего Марса. Гензики послали своих людей на Венеру и Марс и распространили бактерии там, где были для этого благоприятные условия. Полиция разослала предупреждение всем своим отделениям, и они попытаются схватить остальных членов банды. Насколько я понял, на Венере и Земле несколько тысяч гензиков». «Скажи», — ряфнул Хард, — «главный сообщил тебе, что гензики ответственны за исчезновение трех кораблей, которые вылетели из Рейдиум-Сити». «Да», — сказал Эдвардс, — «я как раз хотел рассказать про это». Он также сообщил, что они были ответственны за неисправность земного грузового судна, которая отправилась на Венеру за этим сорняком. Понимаете, они знали об этом растении. Именно оно спасло жителей Марса несколько лет назад, когда голодная болезнь угрожала полностью уничтожить их. Но они не знали, что это был именно гипоэстас, пока не прочитали об этом в газете вчера вечером. Этот парень утверждал, что после того, как марсиане выгнали гензиков, научные исследования на планете прекратились. По его словам, гензики были интеллектуалами и многое сделали для марсиан, но когда те ополчились против них, это привело гензиков в бешенство. Он сказал, что гензики давным-давно, тысячи лет назад, прибыли с Земли из какого-то места, что-то вроде Атлантики. «Из Атлантиды», — уточнил Хард. «Да-да, именно так», — обрадовался Эдвардс. «Слушай», — сказал Хард, «не хочешь ли ты сказать, что даже не знаешь древнюю историю об Атлантиде? Ты также не знаешь, как следует марсианскую историю, например, кто такие гензики? Ты думал, что это была какая-то банда? Ты, возможно, предполагал, что столкнулся с сенсацией, но даже не мог представить, черт побери, ее значимость. Теперь я хочу, чтобы ты снова отправился в полицейский штаб и действовал там, никак чертов не мой. Я пошлю туда других парней, и когда они прибудут, можешь возвращаться. Я определю тебя на должность курьера. Если будешь плохо работать, выгоню тебя вон». Хард закончил разговор и переключился на своего помощника. «Ты слышал, Херб?» — возбужденно спросил он, вглядываясь в экран. Тот кивнул. «Тогда все в порядке», — сказал Хард. «Приступай к работе. Пошли одного из фотографов, чтобы тот попытался снять этого молодчика, пойманного полицией. Пошли кого-нибудь на смену Эдвардсу, он слишком туп. Пусть кто-нибудь займется историей древних гензиков и придумает какую-нибудь забавную небылицу. Используйте линию мести. После того, как марсиане их выдворили, парни скрывались где-нибудь на Марсе в течение столетий, едва сдерживали ненависть и планировали месть. Усейте линию Атлантиды. Кто-то когда-то предложил теорию, что гензики были или из Атлантиды, или с цивилизацией Му. Расскажите, как они строили космический корабль. Когда наши предки все еще раскачивались на деревьях, те отправились на Марс, основывать династию. Не могу вспомнить, кто эту теорию предложил, но получилось очень даже забавно». «Я знаю, кто это был», — спокойно сказал Херб. «Это наш старый друг доктор Джейкоб Ханцлер. Все знают, что он был малость того». Харт стукнул кулаком по столу. «Херб», — сказал он. «Вот еще одна линия, снова старый Джейк. Это можно увязать прямо с сорняком, как Джейк нашел траву и прочее». Редактор снова переключил телефон на свой кабинет. «Я собираюсь вызвать начальника полиции и узнать, какие он принимает меры, чтобы защитить Нью-Чикаго. В любую минуту там разверзнется ад. Или гензики попытаются уничтожить поля с сорняком, или я грязный космический мерзавец». Но как только он взял трубку, раздался тихий сигнал зумера. Бросив взгляд на экран, Харт увидел лицо судей Филлипса. «О, это вы», — сказал он. «Да, господин Харт», — сказал судье. «Я звоню вам за тем, чтобы сообщить, что я действовал согласно вашему предложению. Власти Нью-Чикаго уже уведомлены относительно судебного запрета и проинструктированы, чтобы действовать соответственно». Ангус Макдональд подвернул брюки и переместил жвачку в другую сторону рта. «За все годы на посту начальника полиции этого города», — объявил он, «я никогда не испытывал ничего подобного. Я собираюсь получить удовольствие от этой работы. Уверен, я хорошо проведу время, вышибая тех сосунков из участников Венеры с фермы Зика». Он сложил вместе свои мощные кулаки и с восхищением уставился на них. «Я определенно надеюсь, что они будут сопротивляться», — задумчиво заметил он. Он сунул в карман желтый лист бумаги, на котором были напечатаны инструкции, полученные из суда Рейдиум Сити. «Идешь со мною, Боб?» — спросил он. «Нет», — сказал Боб. «Я собираюсь оставаться здесь и ждать аэролета с полицейскими из Рейдиум Сити. Они должны появиться здесь с минуты на минуту. После того, как Харт сказал мне, что мы сидим прямо на бочке с Денолом, я буду чувствовать себя в большей безопасности, когда полиция окажется здесь». «А вы, док, не хотите пойти?» — спросил Ангус. «Нет», — сказал доктор. «День был слишком напряженным, я чувствую себя измотанным. Но я счастливый человек. Эти новости о гензиках подтвердили мою веру в старого Джейка. Они смеялись над ним тогда на Земле, когда он сказал, что гензики были из Атлантиды. А сейчас этому получено подтверждение». «А что ж, ладно», — сказал Ангус. «Но вы, мальчики, пропускайте большую забаву». Увязая в доходившей до лодыжи красной грязи, Ангус начал спускаться вниз по дороге. «Все еще боевая кляча?» — доктор проводил его взглядом. «Это подтверждает слухи о нем, что в свое время он был настоящим дьяволом. Тридцать лет назад он контролировал все движение между Марсом и Землей. Время от времени вся межпланетная полиция охотилась за ним, но у него было хорошее судно, и он всегда улепетывал, так что пятки сверкали. Старики утверждают, что он мог заставить космический корабль развернуться на десятицентовике. «Давайте вернемся на радиостанцию», — предложил Боб. «Вы и Сэнди сможете закончить ту партию в шашке, а за это время и полицейские аэролеты появятся». «Ну окей», — сказал доктор. Издали послышался крик Ангуса. «Приземляется корабль», — вопил он. Они замерли в ожидании. С востока донесся слабый рев турбин. «Немедленно прячьтесь», — вопил Ангус, обращаясь к ним. Снова послышался рев турбин, на сей раз громче. «Это не полицейское судно», — сказал Боб. «И так же не транспорт», — объявил доктор. Турбины снова взревели, и на востоке у линии горизонта наблюдатели увидели, как облака вспыхивают ярко-красным светом. Затем почти рядом, так всем показалось, раздался взрыв, и вдали из-за низких облаков взметнулось грозное пламя извергавшихся ракет. Судно уходило на запад по кругу, затем возвращалось, нанося вдали удары, о чем свидетельствовали звуки коротких взрывов. «Приближается», — сказал Боб. Судно снижалось, направляясь к посадочной площадке. Это был красивый корабль, сиявший серебристым блеском даже в полумраке приближавшихся сумерек. «Никогда не видел ничего подобного», — сказал доктор. Двигаясь на высоте всего лишь сотни метров, судно промчалось над городом и развернулось в сторону поля. Внезапно из носа судна выскочил язык красного пламени, пламя ударило рядом с радиостанцией и принялось уничтожать все на своем пути. Опаляющая волна жара неслась к Бобу и доктору. Жар душил их и, казалось, иссушал глазные яблоки, как будто кто-то внезапно открыл дверцу раскаленной до бела огненной топки. Корабль стремительно пронесся над полем и по широкой дуге снова направился к городу. «Бежим!» — крикнул Боб доктору. «В джунгли это гензики! Они собираются разрушить город!» Но доктор не бежал. Вместо этого он схватил Боба за рукав и указал на поле. «Посмотри на Ангуса!» — кричал он. «Что, чё-то возьми, он вытворяет!» Поля из пистолета, Ангус бежал по полю, направляясь прямо к аэролёту, принадлежащему участкам Венеры. «Мой бог!» — вздохнул Боб. «Он собирается бороться с ними голыми руками!» «Ангус!» — кричал доктор. «Возвращайтесь! Вы ничего не сможете сделать! У вас нет шанса! Это не боевой корабль!» Но Ангус, очевидно, его не слышал. Они видели, что он достиг аэролёта и сбил замок двери единственным выстрелом из пистолета, а затем голыми руками рванул раскалённую дверь, открыл её и исчез внутри судна. «Старый дурак, сумасшедший!» — сказал доктор. «Сэнди был на станции, теперь он мёртв. Мальчик был всем для Ангуса, это правда». Корабль Гензиков возвратился и на этот раз набросился на город. Он нёсся по посадочной площадке и снова из его носа вылетел язык пламени. Огонь охватил ближайшее здание и перекинулся на соседнее. Судно резко набрало высоту, оставляя внизу смерть и разрушение. Вся восточная сторона улицы была сожжена дотла, осталось лишь несколько стальных перекрытий, которые всё ещё продолжали пылать. Кричащие люди заполнили улицу, бегущие испуганные люди, одни устремились искать спасение в джунглях, другие бесцельно метались, а несколько человек застыли на месте, словно парализованные, пристально глядя в облака. У посадочной площадки послышался оглушительный рёв. Это корабль участков Венеры устремился вверх с ужасающей скоростью, чтобы исчезнуть в тяжёлых облаках. Судно гензиков кружилось громким шумом, прерывавшимся короткими взрывами, выбирая позицию, чтобы ударить по зданиям на западной стороне улицы. «Возможно, лучше будет отправиться в джунгли», предложил доктор. Боб кивнул. «Мало что останется отнюю Чикаго после этих парней», сказал он. «Они разрушат город, а затем спалят фермы. Они превратят эти земли в пустыню. После них не останется никакой растительности, включая и гипоэстас». «Там в небе ангус», — сказал доктор. «Но что он может? У него нет ничего, чтобы сразиться с ними», — возразил Боб. Судно гензиков возвращалось назад к городу. Через облака двое на дороге могли видеть его серебристую тушу. Доктор и Боб помчались в джунгли, но на опушке девственного леса они остановились и оглянулись назад, поскольку ряд оглушительных взрывов сотряс землю у них под ногами. Судно гензиков приближалось к краю города, но выше него, пылая турбинами, мчался черный аэролёт. Воздушное судно участков Венеры, управляемое старым сорвиголовой, человеком которой, как утверждали старики, мог развернуть космический корабль на десятицентовике. Подобно пылающему метеору, черный аэролёт устремился вниз, все вокруг дрожало от рева его турбин. Звук выпущенной ракеты почти не было слышно, небо осветилось грибообразным пламенем белого цвета, и джунгли сотряслись от мощного взрыва. Долю секунды Боб видел два судна, окружённые короной ослепляющего сине-белого пламени. Взорвались топливные баки. Затем оба корабля, испуская полосы огня, тяжёлым грузом рухнули в джунгли. «Во имя небес», — сказал доктор. «Он сделал это и умер так, как он всегда хотел, сжимая руками штурвал корабля». «Знаете, я снова верю в себя, я не собираюсь позволять любому из этих высокопоставленных нью-йоркских медиков относиться ко мне пренебрежительно. Мои размышления не оказались бесплодными. Я собираюсь сказать, господа, мне очень приятно находиться здесь». «Несомненно», — сказал Боб. «Ваши размышления принесли свои плоды. Но что вы собираетесь говорить после этого? Скажу, что я также определил причину болезни». «Послушайте, доктор, хватит болтать», — предупредил Боб. «Вам пора подняться на борт судна. Есть правило, запрещающее пить на борту. Если вы не совсем трезвый, вас заставят ждать следующее судно». Вдвоём они направились к огромному кораблю, который через некоторое время собирался стартовать с аэродрома Нью-Чикаго. Боб уже ступил на трап, когда услышал, как кто-то зовёт его. Это был Зик. Он бежал, размахивая руками. Кобура колотила его по бедру. «Подождите», — кричал он. «Подождите минутку, Боб». Боб ждал. Остановившись у подножия трапа, Зип схватил его за руку. «Помните, я рассказывал вам о сценке?» — спросил он. «О том, который жил среди груд и брёвен». Боб кивнул. «Эта чёртова тварь мучила меня в течение многих месяцев», — сказал Зик. «Я устроил засаду, но никак не мог пристрелить её». «Итак, я предполагаю, что вы, наконец, расправились с нею», — сказал Боб. «Чёрт возьми!» «Нет», — сказал Зик. «Сегодня утром у неё родились детёныши». На этом рассказ «Голодная смерть» заканчивается. Сейчас будет небольшое послесловие от меня, чтеца этого рассказа. Первое впечатление. На данный момент это самый цельный и увлекательный рассказ Саймака, который я успел прочесть для этого YouTube-канала. Да, он весьма наивный, но это лишь ему придаёт шарма. Особенно мне доставило удовольствие, что автор закрыл все или почти все сюжетные арки. По сути, это готовый сценарий для фильма. Бери и делай. Мне, собственно, и напомнил этот рассказ сразу много фильмов. И «Заражение Содеберга», который многие посмотрели во время ковида, и фильм «Тихое место», и фильм «Мгла» или «Туман» по рассказу Кинга, и даже в некоторой степени фильмы про чужих и фильм «Вспомнить всё». Кстати, фильм «Вспомнить всё» снят по рассказу Филиппа Дика «Мы вам всё припомним», который вы можете прослушать у меня на канале. Мне показалось довольно забавным, что и в этом рассказе фантаст делает Венеру дождливой. Такое было и в рассказе Брэдбери «Нескончаемый дождь» и много где ещё. Дело в том, что учёные начали понимать, что Венера имеет плотную атмосферу и экстремальные условия, которые очень существенно отличаются от земных, только начиная с 1950-х годов. Однако ключевые открытия, которые опровергли представление о Венере как «о второй Земле с возможной обитаемой поверхностью», были сделаны в 1960-е годы. Но это, с моей стороны, даже не придирка. Автор мог бы и сейчас написать про дождливую Венеру, и это было бы его авторское видение. Ещё меня заинтересовало то, как в рассказе «не очень чувствуется ужас от эпидемии». То есть на двух планетах, по идее, просто паническая ситуация, болезнь неизлечима, скоротечна и массово. Но в действиях как людей в Нью-Чикаго, что нормально, ведь там сначала болезни нет, что на Земле в редакции, чувствуется некая расслабленность, что ли. Нету карантинных зон, полувоенного положения и тому подобных решений. Но опять же, это не повлияло для меня на качество рассказа. Он показался мне крайне динамичным и увлекательным. А что думаете вы? Оставляйте свои комментарии и делитесь мыслями. Напоследок, как всегда, напомню, что у меня есть телеграм-канал читальня номер пять, также канал на дзене, он называется «Читает большишальский», но это для любителей дзена. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Когда подписываются на канал во время просмотра, это очень хорошо влияет на алгоритмы Ютуба. Поэтому, если вам понравилось, то почему бы и нет? Если хотите поддержать выход новых видео, все ссылки на донаты в описании. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok